А вы знаете, что Энгельс вот вчера возглавил бывший саратовский мэр Михаил Исаев? Слышали что-нибудь? Слышали. Что считаете, ваше мнение, как к этому относитесь, к жителям Энгельса? Ну, вы знаете, новая метла всегда метет по-новому. Ну, дай бог, чтобы все вычистили в Энгельсе, дороги сделали. Так у нас уютно, красиво, дышится легко. Ну, надо многим привлекся поработать. Как считаете, вот это ценность? Ну, вы знаете, хозяйка быть в доме нелегко, а тут целый город. Ответственность большая. Но работа интересная. Люди у нас добрые, отзывчивые. Поэтому я не знаю, если как-то всех объединит новая глава, то у нас будет все хорошо. Нет, не знаю. Я-то вообще не знаю, я из другого региона. А как к этому относитесь вы? Я нечетый. Бэр Саратова бывший, Михаил Исаев, со вчерашнего дня. А кто возглавил Исаев? Михаил Исаев, вот вчерашнего дня о вас говорил. А что, посадили нашего, да? Нет, в бизнес ушел. В бизнес? Он никак ушел. Он и был в бизнесе. Нет, не знаем. Стрелюхина надо. Стрелюхина или Лысенко. Все, тебя запомнили. Да пусть запоминают. А к Исаеву как относитесь? Ну, никак я не отношусь. Мы не знаем, мы знаем, мы знаем. По его делам не знаю. Вот Стрелюхина знаем, Лысенко знаем по делам. Да, знаю. Вчера в новостях прочитал. Как относитесь к этому, как житель Индекса? Что скажете? Ну, не знаю. Руководство виднее. Я, собственно, не очень следила за его деятельностью. Не могу ничего сказать. Ну, собственно говоря, Исаев, Исаев, он не был случайно этим депутатом Казарственной Думы? Ну, мне кажется, это хорошо. Если человек с таким опытом перешел просто, получается, на понижение. Какой смысл в этом? Ну, я думаю, для города хуже не будет. Если все-таки есть какие-то связи, знакомства, опыт работы. Плохого, мне кажется, ничего не будет. Мое мнение, я бы Лысенко лучше поставил. При нем было все идеально. И дороги, и все, короче. И чистота, и порядок, все было. А вот, чтобы Плеханов был, этот, блин, вообще, не о чем. Вот, ларьки все постановили, как удобно было. И мясо, и карачка, и овощи. Все рядом. Доль дороги мешали. Цветы хорошие были. Ларек ставил цветочный. Вот там ларек такой, загнивающий, там не очень качественный. Ну, то есть, в плане инфраструктуры, изменения произошли. А что-то, от нового мэра ждете что-то? Ну, я, честно говоря, ничего не жду я. Если честно, я пока еще его не знаю. Надо почитать, узнать. Посмотрим, поживем, увидим. Как считаете, много ему доделывать со своим предшественником в Энгельс? Ну, я не знаю, предшественник, что обещал и что же сделал. Посмотрим. Все равно надо посмотреть человека, как он будет себя вести. Вот он проезжал, уже смотрел территорию, везде проезжал по Энгельсу. Я думаю, может быть, что-то и получится. Я просто не знаю этого человека, как бы, не могу ничего сказать. Ну, я же думаю, раз дороги делают, то, наверное, будет все нормально тоже, раз уделяется в Энгельсу строительство идет. В принципе-то вот за предшественником в Энгельсу много доделывалось? Проблем много осталось? Ну, знаете, я этого человека немножко знал, как бы, мы, как бы, пересекались, в футбол играли. А потом, как бы, больше я... Ну, так-то я от людей много плохого не слышал, хотя многие говорят, как бы, недовольны. Как бы, у всех мнения разные. Проблем у нас много. Много у нас проблем. Вот сейчас у нас качают. У нас на воде вообще дом. Всю жизнь, сколько мы здесь живем. Ужас. Ничего не делалось это. Вы вот, если не побрезгуете, спуститесь, там вообще нужно вот такие сапоги. Вот сейчас ребята качают, сказали, выкачали. Будут вроде трубы менять. А там что будет, не знаю. Я даже не знаю, кто такой Михаил Исаев. Никогда не слышала. Никогда. Слышали, что с недавнего времени Энгельс возглавил бывший саратовский мэр. Михаил Исаев. Слышала. Как относитесь к этому? Хорошо. Положительных ждете изменений? Конечно, конечно. Энгельс, Энгельский район возглавил бывший мэр Саратов. Мы знаем, мы знаем. Ну, мы знаем. Ваше мнение, как это относитесь, с чего ждете? Ну, пока два дня работает человек. Не знаем пока. Еще пока не знаем. Ну, вообще, конечно, очень плохо работали до этого. Ну, что вот? Ну, что? С предшественникам что ему придется доделывать? Грязь везде у нас. Грязь везде. Безвылазная. Вот, то, что убрали ларьки, молодцы. Дорожку, вот мы там живем сейчас, на строительстве. Делали дорожку нам. Там дорожку сделали. Это большое, конечно, спасибо. Ну, помимо этого, то, что самое грязное у нас. Не то, что у нас, а везде в городе Энгельсе. Грязь везде. Мусор не выводят. Мусор не выводят. Ну, он у нас недолго был, во-первых. Ну, я так изменений не заметила. Только сейчас от вас услышал. До этого не до этого. Даже по новостям Энгельса не было, не показывали. Спасибо, что сказали. Ну, вот, ваше мнение. Саратовец, Энгельс. Много ли работы? Ну, я думаю, намного лучше будет, чем тот старый. Слышали? Нет, я нет. Понятно. Ну, ваше отношение к этому? Чего ждете? Каких-то изменений положительных? Ну, то, что стали хотя бы во дворах дороги ремонтировать, это уже плюс. Я уже не знаю, с чем это связано, но, по крайней мере, хотя бы что-то движется. Что нужно доделать новому главе, вам пока исполняющей обязанности после предшествия? Ну, естественно, заняться благоустройством города, потому что раньше наш город был очень красивый, и всегда лето было все в цветах. Жалко очень, что срубают деревья, вырубают, потому что город раньше был зеленый, и сейчас, конечно, к сожалению, этого очень мало. И когда дороги ремонтируют, их вырубают, но сажать обратно, к сожалению, не сажают. А хотелось бы, чтобы все-таки и во дворах, и вообще на улице деревьев было побольше. Слышали, слышали. Ваше мнение, как к этому относитесь? Ну, не с воодушевлением. Почему? Потому что переставляют, это без конца перестановки, то Пизунов, то вот Энгельские туда, Саратовские сюда. Вот так вот эта чехарда идет. А новых лиц почему-то не видно. Вот молодежь, вот так вот все знакомые когорты, это вот тусуются туда-сюда. Вот что. Ну, а так, да, так, не знаю, посмотрим, живем, увидим. После предшественника, после Плеханова, много ему доделалось, придется, наверное, дорабатывать? В общем, состояние города? Да, текущей работы много. Тут хоть и доделай, не доделай, оно постоянно есть, потому что район большой, поэтому, хочешь не хочешь, отсиживаться не придется. Много работы. Вот. Что у Плеханова было, он же тоже вот работал, мы наблюдали его, ну, я ничего против него не имею, не скажу. Вот. Ну, а как будет новый работать? Посмотрим, живем, увидим.